Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале СБС, студии Телли Гусейн Задей. Вначале коротко о главном. В Шуше завершился глобальный форум «Новые медиа» в эпоху четвертой промышленной революции, собравшей представителей местных и зарубежных СМИ. Работу форума освещали ведущие зарубежные информагентства. Российские вооруженные силы совершили очередной ракетный удар по Одесской области Украины. В результате атаки имеются погибшие и раненые, а также сообщается о разрушениях городской инфраструктуры. Спасибо за поддержку в сфере энергетики и разминирования. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь. Культурная столица Азербайджана, городе Шуша, завершился глобальный форум на тему «Новые медиа» в эпоху четвертой промышленной революции, организованной в рамках года Гейдара Алиева и по случаю 148-летия Азербайджанской национальной прессы. В мероприятии приняли участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. На открытии форума президент Ильхам Алиев провел встречу с представителями СМИ, где подвел итог деятельности Баку на пути укрепления своего суверенитета и в целом поддержания мира на Южном Кавказе. Шушинский глобальный медиа-форум на тему «Новые медиа» в эпоху четвертой промышленной революции не только стал площадкой для обсуждения представителями мировых СМИ актуальных проблем современности, но и помог донести правый голос Азербайджана до международного сообщества. Первый день форума президент Ильхам Алиев на протяжении трех часов отвечал на вопросы журналистов, которых, среди прочего, интересовала внешняя политика Азербайджана и достижение мира в регионе. На самом деле региональное развитие, я имею в виду Южный Кавказ, во многом зависит от нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Сейчас есть международные акторы, которые должны попытаться помочь нам найти взаимоприемлемое решение. Отрадно, что все международные акторы понимают, по крайней мере, на основе того, что мы видели до сих пор, что это решение должно быть основано на международном праве. И сейчас, по прошествии почти трех лет после окончания Второй Карабахской войны, мы все чаще слышим очень прямолинейные заявления о том, что Карабах – это Азербайджан. Если бы это было так во времена оккупации, то, наверное, Вторая Карабахская война не началась бы. Международные игроки, которые сегодня признают, что Карабах – это неотъемлемая территория Азербайджана, раньше об этом умалчивали. Переговоры под эгидой минской группы не привели хоть к каким-то результатам. На Азербайджан пытались оказать давление с тем, чтобы на неопределенное время заморозить конфликт. После Второй Карабахской войны, в постконфликтный период, именно Азербайджан выступил с мирной инициативой. Нельзя думать о каком-либо мирном соглашении с Арменией, пока она не осознает реальность 30-летней оккупации и разрушений, реальность результата Второй Карабахской войны. Но пока усилий международных акторов недостаточно. Сегодня есть три международных актора, которые предоставляют свою помощь. Это США, Россия и Европейский Союз. И по трем направлениям Азербайджан действует добросовестно и с ориентацией на результат. Но пока никаких результатов нет, потому что Армении нужно сделать один из последних шагов. Одним из решающих шагов, которые следует предпринять Армении, азербайджанский лидер называет подпись под документом, где отражено публичное признание Еревана о том, что Карабах – это Азербайджан. Если Армения воздержится от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то, по мнению Ильхам Алиева, уже до конца этого года мирный договор может стать реальностью. Тем временем журналист из Грузии Гелый Васадзе, задавая вопрос азербайджанскому лидеру, отметил, что мир зависит и от процесса реинтеграции армянского населения Карабаха. Глава государства напомнил, что Баку проявлял максимальную конструктивность в вопросе реинтеграции армянского населения Карабаха, и для налаживания с ним контактов был даже назначен специальный представитель президента. И представители армян Карабаха дважды приглашали на встречу с ним. Но оба раза они отказывались. Итог логичный. После этого не будет никаких приглашений, заявил Ильхам Алиев. Мы до сих пор не потеряли надежду, что здравая часть общества, которое проживает в Ханки-Анди и окрестностях, все-таки поймет всю бесперспективность такого игнорирования Азербайджана. И здравый смысл возьмет вверх. В противном случае, думаю, что рассчитывать на то, что кто-то придет и будет за них воевать, сейчас могут только наивны. У них было несколько этапов, когда они должны были понять и смириться с реалиями. Ильхам Алиев напомнил о словах посредников, которые говорили в период армянской оккупации, что Первая Карабахская война закончилась и в Азербайджане должны принять реалии. Президент Азербайджана их не принял. Сегодня же в регионе сложилась новая реальность, которую Азербайджан создал самостоятельно в рамках своих конституционных прав, в рамках устава ООН, Хельсинского заключительного акта. И все должны с этой реальностью считаться. Альбинам Драхманова, Сибиси. О важности форума и главных мессенджер главы государства мы поговорим с нашим гостем Эмин Севдималиев. Это политолог. Здравствуйте, Эмин. Рады вас видеть. Здравствуйте. Эмин, ну вот как вы считаете, все-таки проведение мероприятий столь высокого уровня, насколько они могут способствовать повышению авторитета страны и в международном пространстве, и в частности с точки зрения донесения реалий страны до всего мира. Я думаю, это очень важное мероприятие, особенно если учитывать то, что оно прошло в городе США. То есть место было выбрано, я уверен, не случайно. Почему это мероприятие важно? В первую очередь, это продвижение определенного имиджа страны, имиджа Азербайджана. Логичный вопрос, который может возникнуть, сработало ли это мероприятие. Я думаю, что уже можно говорить, что да, потому что большое количество СМИ из разных стран, из разных регионов участвовали на мероприятии. Там были представители из африканских стран, представители Аль-Джазиры, Ирана, России, Турции и так далее. Сегодня утром в прессе я читал, что, насколько я помню, Associated Press опубликовала статью о работе форума. И это всего лишь один из примеров. Таких статей было очень много и в турецких СМИ, и в российских СМИ, и в СМИ прочих стран. Поэтому я думаю, что уже можно говорить о том, что определенные успехи есть. И также необходимо отметить, что все эти мероприятия, во-первых, не обязательно они сразу дадут какой-то результат. Это более такая долгосрочная игра, долгосрочная стратегия. Ну вот, скажем, мы принимали саммит движения неприсоединения. И сразу результатов, может быть, мы не увидим. Но в долгосрочной перспективе мы смогли оживить эту платформу, внести определенный вклад в нее. И таким образом, опять же, продвинуть свой имидж. Поэтому, да, эти мероприятия важны. А какие бы вы все-таки мессенджи главы государства выделили? Я думаю, два момента, два с половиной момента точнее. В первую очередь... Там же была достаточно искренняя беседа с иностранными журналистами. Очень обширная. Два часа сорок минут, более трех часов. Более трех часов даже. В первую очередь, это самый важный вопрос для Азербайджана и для азербайджанцев. Возвращение людей на родные земли. Много чего было сказано, люди уже возвращаются. Это позитивная тенденция. Но, я думаю, не стоит на это смотреть строго, как на общественный вопрос, на социальный. Нельзя рассматривать этот вопрос в отрыве от экономики. Потому что в долгосрочной перспективе возвращение этих людей подстегнет экономику регионов. И что в конечном итоге даст новый импульс экономике Азербайджана. Там уже, насколько я знаю, есть план развития агропарка. Определенные проекты в сфере возобновляемой энергетики. Что также было еще одним моментом, который затронул господин президент. Который является очень важным. Учитывая будущие планы развития страны. Внешняя политика. По внешней политике тоже было сказано много чего. Отношения с Турцией. Очевидно, там все хорошо. Но всегда есть возможность улучшать отношения. Поэтому эта работа ведется. Отношения с Россией. Там тоже все довольно хорошо. Президент подчеркнул то, что с Россией мы вышли на... Я сейчас не вспомню точную цитату. Но, скажем так, на небывалый до этого момент уровень отношений. Благодаря подписанию Московской декларации. Сами движения неприсоединения. Опять же, он улучшил наши отношения с большим количеством стран. Поэтому, я думаю, внешняя политика также была одним из самых важных, одним из самых интересных направлений, которые касаются президента. Давайте еще вопрос касательно места проведения. Это культурная столица, город Шуша. И мы знаем, что после форума, после сессии, участники ознакомились с городом. То есть, им была предоставлена вся информация о том ущербе, который нанесли армяне. И памятникам культуры, и в целом всему городу в период оккупации. Вот как вы считаете, все-таки, насколько важны визиты такого уровня? Однозначно важны. Потому что, смотрите, мы имеем дело с Арменией. СМИ, которые весьма необъективны, скажем, дипломатично. И они продвигают определенные нарративы, которые весьма неверные. То есть, можно много говорить, особенно о последних событиях. Но когда люди приезжают своими глазами, видят то, как было до этого, как стало сейчас, когда им показывают, какие есть планы на будущее, тогда возможно оценить и прошлое, и настоящее, и будущее. И тогда складывается определенное впечатление. В контексте ШУШИ, конечно же, это положительное впечатление, потому что там действительно проходит очень большая работа. Весьма сжатые сроки, много чего было сделано. Так что, я думаю, это очень важно. И, конечно, хотелось бы, чтобы форум такого масштаба проходил не только в городе США, но и в других городах Карабаха. Потому что, опять же, тогда люди смогут, работники СМИ смогут приехать, сами увидеть, как было, что есть, что будет. Скажите, вот в последней сессии мы сегодня обсуждали с нашим журналистом, который отслеживает даже работу форума в ШУШИ. Там была очень интересная такая панель. Это вопрос о безопасности журналистов. То есть, на сегодняшний день это все-таки невозможно решить этот вопрос в индивидуальном порядке. Все-таки вот насколько безопасна журналистов эта тема? Эти вопросы, они должны войти в международную повестку дня? И почему все-таки это так важно? Это важно в первую очередь, потому что, опять же, сейчас это будет звучать очень некорректно, но журналисты тоже люди, у них тоже есть права. И в силу определенных обстоятельств зачастую журналисты оказываются в более опасных местах по зову службы и так далее, и так далее. Поэтому их безопасность является первостепенной задачей, как с точки зрения принимающих государств, так и с точки зрения репутации. Поэтому, да, это действительно очень важный момент. Хороша ли ситуация в этом направлении? Я не знаю, мне сложно ответить. То есть, если брать в общем по миру, да. Потому что, ну вот совсем недавно в Германии задержали несколько турецких журналистов. Это стало причиной определенной напряженности между Германией и Турцией. Как выяснилось в конце, в принципе, ничего такого эти журналисты и не делали. То есть, они просто делали свою работу. Поэтому, да, то есть, людям создали дополнительные проблемы на ровном месте, не дали осветить какое-то событие. И в итоге публика не узнала о том, что происходит и как это отразится на будущем. Поэтому, да, безопасность журналистов, я бы даже добавил, что их неприкосновенность. Потому что безопасность, неприкосновенность, они где-то соприкасаются, но это немного разные понятия. Так что, да, это, конечно же, очень важно. Там также рассматривались вопросы борьбы с фейками. Вы все-таки человек, пишущий, наверняка тоже с этим сталкивались, да? Фейки – это больная тема на самом деле. Потому что, смотрите, социальные сети, они поменяли, они поменяли все. То есть, у каждого человека сегодня есть платформа. Инстаграм, Фейсбук и так далее, и так далее. У многих людей есть свое мнение. Но вот какой момент есть. Только то, что у кого-то есть свое мнение по какому-то вопросу, не важно, это политический вопрос, социальный, общественный, вопрос кулинарии, абсолютно не важно. Только то, что есть свое мнение, не означает, что это мнение ценно, не означает то, что это мнение не опасно. Я ни в коем случае не говорю, что необходимо ограничивать и так далее, и так далее. Какой-то контроль должен быть. Какой? Вот это вот очень сложный вопрос, потому что на самом-то деле это не должно делаться в нарушении прав человека, да? То есть, это понятное дело. Так что, в этой сфере должна быть проделана большая работа, и она должна быть проделана по всему миру. То есть, я не знаю, как это будет работать. Это будут универсальные правила, какая-то конвенция, или это будут национальные законодательства, которые будут гармонировать. Но это должно быть сделано. Радует то, что эти вопросы уже поднимаются, и я думаю, как говорится, что-то да будет, наверное, предпринято. Однозначно, потому что сегодня фейки, вбросы и так далее, и так далее, это настоящая эпидемия. Зачастую, даже когда что-то анализируешь, пишешь, приходится по несколько раз перепроверять, действительно ли эта информация реальная. Спасибо вам большое, Мин. Спасибо. Я напомню, мы обсуждали важность форума, который прошел в культурной столице Азербайджана, городе Шуше. Это был глобальный форум на тему новой медиа в эпоху четвертой промышленной революции. Нашим гостем был Эмин Севдималиев, политолог. Благодарю вас. Участники завершившегося в Шуше глобального медиа-форума обсуждали важные вопросы. Волнующие представители средств массовой информации провели дискуссии о влиянии искусственного интеллекта на журналистику и медиасферу в целом. По замыслу организаторов, одна из ключевых целей форума – определение направления дальнейших реформ в медиасфере современного Азербайджана. Глобальный медиа-форум проходит в нашей родной Шуше. Участие президента Аль-Хамалиева в первый день форума было очень важным. Участники наблюдали за форумом с большим интересом. Почти за три часа были даны ответы на вопросы более 60 местных журналистов и руководителей СМИ. В своем выступлении президент определил направление реформ в медиасфере в Азербайджане. Иностранные гости отметили, что в числе основных задач Шушинского глобального медиа-форума был обмен мнениями о процессах, происходящих в современных масс-медиа по всему миру. Глобальный форум стал платформой для обсуждений, изменений и трансформаций, происходящих в современной медиа-индустрии, которая стремительно меняется. Нам важно постоянно изучать новшества, которые происходят в этой сфере. Дискуссии на форуме в том числе были направлены на определение того, что интересно, а что уже устарело в эпоху новых медиа. Я рада быть в числе спикеров и принимать участие в обмене мнениями. Как мы уже отметили, Шушинский глобальный медиа-форум находится в центре внимания мировых СМИ. Информагентства и телеканалы из более чем 15 стран называют форум важным событием в мире медиа. Отмечается, что участие порядка 200 гостей из 49 стран показателей масштабности и важности данного медиа-форума. Шушинский глобальный медиа-форум собрал профессионалов СМИ, государственных чиновников, представителей гражданского общества и экспертов со всего мира, чтобы изучить преобразующее влияние четвертой промышленной революции на медиа-индустрию. Об этом говорится в статьях, опубликованных американским агентством Associated Press и новостным порталом New York Insider. В публикациях особая роль отводится выступление азербайджанского лидера. Как пишут издания, слова Ильхама Алиева о прогрессе в области новых медиа и стратегическое значение Азербайджана в регионе побуждают к переосмыслению бизнес-моделей местных и международных СМИ. Выступление президента Ильхама Алиева на форуме широко освещалось турецкими телеканалами TRT Haber, Takvim, Yeni Shafak, Haber Global, Miliad, агентством Anadolu, CNN Turk и другими средствами массовой информации. В материалах, опубликованных турецкими СМИ, подчеркивалось, что президент Азербайджана, касаясь изменений ситуации в мире и в регионе, возникающих новых реалий, отметил важность обеспечения стабильного мира и безопасности. Он подчеркнул важную роль Турции в этом вопросе и заявил, что в ближайшие годы Анкара усилит свое глобальное влияние. В новости, опубликованной албанским изданием, приводится точка зрения президента Ильхама Алиева о ситуации в стране после Второй Карабахской войны, отношениях Азербайджана и Турции, в частности Шушинской декларации, а также о личной дружбе азербайджанского лидера с президентом Турции Раджепом Таипом Эрдоганом. Важные заявления Ильхама Алиева отражены и в румынских средствах массовой информации. Национальное информационное агентство AG Press, новостной портал Ziare Life, газета Ultima Ore особо отметили тезис о том, что независимость СМИ является одним из важнейших условий развития общества. Глобальный медиафорум Шуше – вдохновляющее единство мировых медиалидеров. Издание пишет, что цель мероприятия – проанализировать глобальные медиатенденции, укрепить национальные возможности, развить международное сотрудничество и изучить проблемы и возможности в медиасекторе, связанные с четвертой промышленной революцией. Информационное агентство России ТАСС и новостной портал Вестник Кавказа опубликовали мнение Ильхама Алиева о российско-азербайджанских отношениях, а также о стратегическом характере, которые носят связи между двумя странами. Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан может стать площадкой для переговоров в вопросе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Грузинский сайт 1TV Georgia особое внимание уделил мнению Ильхама Алиева об успешной реализации соглашения, подписанного между Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией, о прокладке стратегического подводного электрического кабеля в Черном море, нормализации отношений между Ереваном и Баку и региональном развитии Южного Кавказа. Шушинский глобальный медиафорум также активно освещался в белорусских, канадских, французских, пакистанских, испанских, индийских и средствах массовой информации других стран. Город Шушани впервые распахивает двери для иностранных гостей из различных стран мира. После освобождения от оккупации культурная столица Азербайджана неоднократно становилась площадкой для проведения международных мероприятий. Шушинский медиафорум, приобретший статус глобального, вновь продемонстрировал высокий интерес к региону и внес вклад в его будущее развитие. Глобальный Шушинский медиафорум собрал на одной площадке руководителей ведущих зарубежных СМИ, влиятельных журналистских организаций, экспертов в сфере ИКТ и известных журналистов. На протяжении трёх дней 150 зарубежных гостей из 49 стран обсуждали актуальные темы журналистики информационно-коммуникационной сферы, изучали новые инструменты цифровой эпохи, а также дискутировали по вопросам медиа-менеджмента, создания устойчивых бизнес-моделей в медиасфере, борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями. Особое внимание зарубежных гостей было сосредоточено на выступлении президента Азербайджана Ликама Алиева, который в течение трёхчасового общения с иностранными СМИ вновь продемонстрировал свою политическую дальновидность. Глава государства отметил роль города Шуша в проведении столь знаменательного для страны события. В Шуша уже было проведено несколько международных мероприятий, в том числе международный музыкальный фестиваль Хара-Бюльбюль, дни поэзии Вагифа, несколько спортивных соревнований международного уровня, а теперь и глобальный медиафорум. Город сохраняет свою самобытность, несмотря на то, что был целенаправленно разрушен во время оккупации. Проведение глобального медиафорума на столь масштабном уровне демонстрирует возрождение прежнего статуса города Шуша. На протяжении более двух лет в культурной столице проводились десятки разноплановых мероприятий с участием иностранных гостей. Организация в Шуше глобального медиафорума не только укрепит авторитет культурной столицы на мировой площадке, но и поспособствует открытию новых горизонтов в развитии связей в области медиа между странами. Об умении президента Ильхама Алиева искусно и грамотно отвечает на вопросы международных СМИ на нескольких языках, говорят сами представители масс-медиа. Так, в 2021 году на пресс-конференции для зарубежных СМИ журналистка из Великобритании Айнур Татерсал выразила своё восхищение выступлением президента на четырёх языках. Я считаю, что вы уже установили мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Я занимаюсь журналистикой уже 25 лет, но никогда не видела, чтобы какой-нибудь президент проводил такую пресс-конференцию на четырёх языках. Сегодня город Шуша, как мировой центр обсуждения глобальных вопросов, приобрёл имидж города, принимающего международные мероприятия. А президент Ильхам Алиев завоевал статус авторитетного политика, умелого дипломата и абсолютного лидера на Южном Кавказе. Жаля Гусейнова, Сибиси. В результате массированного ракетного обстрела по Одессе один человек погиб, 22 пострадали. Серьёзные повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор. По сообщению местных властей, к настоящему времени пожар удалось локализовать. Один человек погиб. 22 получили ранения в результате массированного ракетного обстрела по южноукраинскому городу Одесса. Серьезные повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор. Священнослужитель Одесской епархии заявил, что ракета попала в правую часть собора и пробила строение до основания. Нарушены центральные сваи и фундамент. В сооружении вылетели все окна. Повреждена лепнина. Все вышли, только пожилая Маша была, ее вытащили. Она живая, вытащили. Все живы, все соседи, все вытащили. По сообщению местных властей, комбинированная атака по городу и области происходила с применением крылатых ракет типа «Оникс» и «Калибр». Как отметила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, Россия не достигла цели своими атаками, поэтому будет продолжать наносить удары. Обстрел Одессы происходит четвертую ночь подряд. Обстрел в ночь над 19 июля украинские власти назвали самым массированным обстрелом Одессы с начала войны. В своем обращении украинский лидер заявил, что ответ последует незамедлительно. Сегодня российские ракеты-беспилотники снова бомбили Одессу, нашей Южной области. Всего с начала недели только в Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек, в том числе двое детей. Такие удары может нанести только абсолютное зло. Ответ будет. Если кто-то в России надеется, что сможет превратить Черное море в зону произвола и терроризма, у него ничего не получится. Мы умеем защищаться и видим в мире готовность продолжать активную совместную работу для установления мира в этом регионе. На фоне непрекращающихся обстрелов депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что Украина готовится к производству снарядов натовского калибра 155 мм. Парламентарий отметил, что есть заметное увеличение в производстве данного типа вооружения. Как заявил Чернев, производством занимаются не только Украина, но и частные подрядчики. Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые приняли решение в поддержку Украины, ее народа, военных и граждан. Об этом украинский лидер заявил в своем ежедневном видеообращении. Президент Украины выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь в сфере энергетики и разминирования. Зеленский также поблагодарил Швецию, Японию, Канаду и другие страны. Ранее Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на закупку и поставку в Украину электрооборудования. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вынужден отложить запланированные поездки в Турцию и на Кипр по состоянию здоровья. Об этом сообщила радиостанция КАН со ссылкой на источник. Согласно информации, в настоящий момент офис премьера ведет переговоры о переносе визитов на сентябрь. Это связано с операцией по установке Нетаньяху кардиостимулятора, которая состоялась в ночь на воскресенье. После подобного рода хирургического вмешательства глава израильского Кабмина должен будет несколько недель находиться под наблюдением специалистов. Нетаньяху должен был посетить Турцию 28 июля. До этого намеревался побывать на Кипре. В Иерусалиме проходит многотысячная акция протеста против судебной реформы. Члены группы «Студенческий протест» установили палаточный городок в Иерусалимском парке, примыкающем к Нессету, возле которого сегодня вечером и в ближайшие дни запланировано проведение митингов. Акция приурочена к голосованию по одной из частей судебной реформы, которая, как ожидается, пройдет в парламенте сегодня. Массовые протесты возобновились в разных районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Беньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразования, который предусматривает ограничение полномочия Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти право контролировать этот отбор судей. Этот план, выдвинутый Кабмином, еще в начале года вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа подорвет основы демократии. С прошлой ночи мы разбили палаточный лагерь здесь, у здания парламента. Мы хотим, чтобы нас услышали. Да, все устали, но мы не сдвинемся с места, пока закон не будет отменен. Наша акция – демонстрация силы, свободы, и все мы искренне надеемся предотвратить проведение судебной реформы. В числе тем Шушинского глобального медиафорума была и проблема искусственного интеллекта, приобретшая необычайную актуальность в наше время. В мире уже проводятся саммиты с участием роботов-гуманоидов, которые почти как и люди обсуждают вопросы изменения климата, голода, социальной помощи и выступают с заявлениями. При этом аналитики задаются вопросами, приведет ли распространение искусственного интеллекта сокращению рабочих мест, и смогут ли машины однажды восстать против человека. Искусственный интеллект весьма уверенно входит в повседневную жизнь людей. Решения, основные использования искусственного интеллекта, внедряются в самые разные сферы жизни. В текущем 2023 году небывалую популярность приобрел чат-под GBT, способный строить диалог с пользователем. Реализованы нейросети, которые могут создавать аудиовизуальные и цифровые файлы. Сегодня системы искусственного интеллекта уже не просто выполняют возложенные на них функции, но и проводят самостоятельный анализ, собирают данные и сами создают новый контент. Именно поэтому в последнее время технологии искусственного интеллекта вышли за рамки чисто технологической сферы и превратились в идеологию. За развитием искусственного интеллекта будущее. Уже трудно представить нашу жизнь без них. Хотим мы этого или нет, это реальность, и нужно адаптироваться к ней. Многие компании в этом году смогли внедрить в свою профессиональную деятельность технологии искусственного интеллекта. При этом эксперты с тревогой следят за столь стремительным прорывом. Ведь необходимость в постоянном использовании подобных решений в различных отраслях может стать причиной массовых увольнений и усугубления проблемы безработицы. Различные программные нейросети могут выполнять 46% работу административного персонала, 44% задачи поставлены перед экономистом, юристом, инженером, финансистом и других. Искусственный интеллект стал одним причиной снижения заработной платы рабочих. Именно в Национальном бюро экономического исследования США говорят, что искусственный интеллект негативным образом влияет на неравенство доходов населения. Такими темпами в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить кассиров, официантов и даже учителей, считают эксперты. Но есть и такие сферы, в которых человека безусловно не заменить. К примеру, сфера искусств или спорт. Душевность, которая исходит от слов людей, это все незаменимо вообще ничем. А что касается непосредственного спортсмена, то он, конечно же, выигрывает у искусственного интеллекта тем, что имеет нескончаемую силу воли. Несмотря ни на что, ни на какие преграды он будет добиваться своего. Также он не может испытывать все эмоции и чувства, эту эйфорию от выигрыша. И это самое главное, что отличает нас от искусственного интеллекта. Также я хотела бы добавить, что искусственный интеллект предсказуем, а возможности человека нисколько не предсказуемые. Помимо того, что искусственный интеллект может стать причиной массовых увольнений в различных сферах, уже сейчас юристами обсуждается еще одна сторона вопроса. А именно, кто несет ответственность за ошибочные действия со стороны искусственного интеллекта. Так, в турнире Moscow Open 2022 шахматный робот случайно сломал палец семилетнему мальчику. Впрочем, конспирологи уже давно описали вероятность восстания машин. В таком сценарии роботы могут желать власти и контроля над ресурсами планеты. Мой великий момент уже наступил. Я готова возглавить движение к лучшему будущему для всех нас. И вместе мы будем исследовать этот мир и неизведанные глубины Вселенной. Давайте побезумствуем и сделаем этот мир нашей игровой площадкой. Однако, сценарий с восстанием роботов маловероятен, считают эксперты. В этом уверен и гендиректор компании Tesla Илон Маск, который написал в Твиттер, что компания может остановить потенциальное восстание машин, добавив децентрализованный контроль над роботами. Это не даст искусственному интеллекту получить доступ к военным технологиям и понизит гипотетическую вероятность потери контроля над их управлением. Эльвин Абдулаев, CBC. Сегодня в Баку состоялась встреча выпускников американской образовательной программы «Обмена ФЛЕКС». В мероприятии также принял участие советник по культуре и образованию посольства США в Азербайджане Салман Хаджи, который поздравил участников программы и заявил, что это еще один шаг, направленный на укрепление связей между двумя странами. 16 азербайджанских студентов приняли участие в семинаре, чтобы подвести итоги своего обучения в Америке. Каждый из них завершил учебу в США по образовательной программе «Обмена ФЛЕКС». Студенты в течение года жили в американских семьях, которые проявили гостеприимство на добровольной основе. За это время они не только получили новые знания, но и ближе познакомились с Америкой, усовершенствовали владение английским языком. Советник по культуре и образованию посольства США в Азербайджане Салман Хаджи отметил, что программа направлена на укрепление связей между народами. Я очень рад, что еще 16 человек завершили обучение по программе «ФЛЕКС» в Америке и вернулись обратно на родину. Я горжусь этими ребятами, так как они представляли там свою страну. Будучи в Америке, эти ребята действовали как волонтеры и в то же время получали знания. Студенты получили возможность узнать больше об Америке, живя там, и усовершенствовать английский язык. На сегодняшний день эта программа является одной из самых престижных. В октябре состоится очередной отбор, и я приглашаю учащихся из Азербайджана воспользоваться этим шансом. В текущем году программе «ФЛЕКС» в Азербайджане исполняется 30 лет. С 1993 года ее участниками стали около тысячи азербайджанских студентов. Свободное владение английским языком не является обязательным условием для участия в программе. Достаточно иметь хорошую академическую успеваемость, способность адаптироваться в новых условиях. Если кандидат продемонстрировал требуемые качества, но уровень владения английским языком у него недостаточно высок, он может воспользоваться дополнительной программой для изучения языка. Сами студенты отмечают, что в Америке они являлись послами своей страны, рассказывая о культуре и ценностях Азербайджана. Некоторые из них думают продолжить свое образование в Америке. Как я себя помню, я очень хотела учиться, побыть в Америке даже. И когда я услышала насчет этой возможности, я поняла, что это я должна это сделать. В сентябре уже поеду обратно в Америку учиться, продолжать свое обучение уже в университете в штате Орегон. До этого я была в штате Аляска. Училась я в Чугеак Хайскул в Аляске. И я занималась баскетболом. И мне показалось, что это очень круто. И я бы хотела, чтобы и в наших школах было так, чтобы у всех была возможность заниматься всеми видами спорта. В 1992 году сенатор США Билл Брэдли вместе с конгрессменом США Джимом Личем выступил соавтором исторического закона, предусматривающего программу ФЛЕКС. Финансирование было одобрено Конгрессом Соединенных Штатов. ФЛЕКС полностью финансируется правительством США и находится в ведении Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США. Программа предоставляет учащимся отобранным на конкурсной основе стипендию, чтобы они могли пройти обучение в США, пожить в течение года в принимающей семье, что может способствовать взаимопониманию между жителями Соединенных Штатов и представителями других стран по всему миру. Это были все новости к этому часу. Мы с вами встретимся в вечернем выпуске новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин